Так будет развиваться, так будет развиваться округ в ближайшие годы. Уважаемые жители, уважаемые жители округа, уважаемый Анастасий Кириллович, коллеги. Программа предостроительного развития Юго-Запад административного округа основывается на государственных программах правительства Москвы и затрагивает все направления жизнедеятельности. В той или иной мере юрализация касается большинства жителей. Весной 2011 года мэра Москвы на встрече с населением в этом дворе были поставлены основные задачи по развитию округа, которые необходимо решать в ближайшие три года. Разрагаю вашему вниманию короткое сообщение о проделанной работе и программе 13 сезона. Большинство москвичей считают решение транспортной проблемы важнейшей задачей. Для нашего округа ее решение заключается, во-первых, модернизация уличной дорожной сети путем реконструкции существующей сети, строительство новых транспортных развязок, внеуличных пешеходных переходов, развитие транспортной инфраструктуры и, во-вторых, создание новых зон приложения труда, приближенных к местам проживания населения округа. В 2011 году были приняты решения, а уже в 2012 году разработаны проекты и начатые реализации двух капиталоемких проектов. Это строительство транспортной развязки на пересечении Чарсо-Юзной улицы Новоятинского проспекта и улицы Ухлестан и реконструкция Балакландского проспекта от Балакландского шоссе Донкар. Устройство в границе полковых пешеходных переходов, заездных карманов на остановках общественного транспорта. На очереди начало работ по строительству двухполосной левоповоротной эстакады съезда в улице Генерала Тюлениева на Профсоюзную улицу с учетом пропуска движения общественного транспорта и ликвидации существующего светотворного объекта. В перспективе реконструкции Ленинского проспекта от МК до площади Гагарина реконструкция МК до строительства новых разгадок на пересечении Чарсо-Юзной улицы, проездом Каранзина, поэтапная реконструкция Профсоюзной улицы. В 2011 году мэром была поставлена задача по решению проблемы транспортной доступности для жителей двух районов, расположенных за МК, это Северная и Южная Бутова, с населением 270 тысяч человек. В текущем году планируется завершить работы по реконструкции Варшавского шоссе от МК до Щерлинки. Ведется строительство Бутовской линии метро от станции Бульвар Дмитрия Доскова до станции Битцевский парк. Разработан проект планировки предусматривающей реконструкции еще одного сложного транспортного узла, это ВК от Бутова. Здесь планируется разделение транспортных потоков со строительством новой эстакады для выезда из Бутова на ВК, а также организация маршрутов общественного транспорта к новой станции метро Лесопарковая. Ведется разработка проекта транспортного узла на Варшавском шоссе на границе нашего округа с присоединенной территорией Щерлинки. Станция метро появится в округе на Ленинской проспетке. Строители приступили к работам по прозрению Сокольнической линии метро от станции Юго-Западной до новой станции Тропарево, что значительно обеспечит пешеходную доступность к метро жителям районов Тюхлестан и Обучевский. Важная задача по этой программе это формирование парковочного пространства. В 2012 году построены гаражи стоянок и капитальных объектов различного назначения с партнерами общей мощностью более 8 тысяч машин и мест. На ближайшее время запланируем год эксплуатации свыше 13 тысяч машин и мест. На дворовых территориях и уличной дорожной сети за три года, 11-13, будет создано свыше 22 тысяч парковочных мест. В соответствии с постановлением проекста Москвы, в округе приступили к формированию и обустройству транспортно-пересадочных узлов. В текущем году департаментом капитального ремонта планируется обустройство 15 плоскостных цеплов у станции метро. Ведется проектирование плоскостной постоянки для большегрудного транспорта на ларшавском шоссе, что сегодня очень актуально. Таким образом, комплекс проводимых работ по данной тематике позволит создать более комфортные условия передвижения в округе. Вторая важная программа это программа жилища. В рамках решения общегородских социальных задач на территории округа осуществляется реконструкция кварталов и перетарной застройки и строительства жилья. Программа реконструкции жилищного фонда первого периода житрального домостроения в округе был предусмотрен общий снос 271 панельного жилого дома площадью почти миллион квадратных метров. На 1 марта с текущего года смесено 219 домов, остаточный снос 52 в шести районах. В 2013 году предусмотрен снос 18 домов. Таким образом, полностью будут завершены работы по переселению жителей и сносу в трех районах округа, это Черемушки, Друзина и Ломоносец. В прошедшем году были приняты решения по прекращению на выполненных объемах инвестиционных контрактов в пяти кварталах и поставлена задача в кратчайший срок сформировать по ним графики завершения работы. В настоящее время ведется заселение двух домов и готовится к заселению еще пять. В 2013 году за счет бюджета по данной программе предусмотрен год четырех жилых домов из отдела одного. В перспективе в последующие годы в округе планируется комплексная жилищная застройка наземных федеральных принадлежностей при въезде в районе Южная Кутова. Следующая программа – это столичное образование. Особое внимание руководством строкоприста уделяется выполнению программы «Столичное образование» и особенно строительству новых детских садов. В 2012 году в округе было построено 12 детских садов, что позволило наряду с другими мероприятиями департамента образования значительно улучшить ситуацию с устройством детских садов. В 2013 году предусмотрено строительство еще шести детских садов. Пока сохраняется проблематика по новому микрорайону Щербин и Южного Кутова. Там работает семь детских садов, которые посещают почти полторы тысячи малышей. Однако, этого недостаточно для молодого и развивающегося микрорайона. Поэтому префектурой предложено включить в адресную программу проектирования строительства еще двух детских садов, площадки, которые подобны. На три года стройкомплексом запланировано строительство трех школ, семи пристроек школам. В этом году будет завершено строительство школы в новом микрорайоне на улице Академии Кавиноградного в Тюклевстане. Спорт Москвы. Для обеспечения условий массовых занятий физической культурой и спорта в округе развивается материально-техническая база спортивных объектов. От дворов и спортивных площадок со строительством новых крупных спортивных сооружений. В 2012 году таких объектов в округе сдано три. В том числе за счет бюджета построена пристройка в спортивной школе «Самбо-70». Кроме того, в округе введены в действие 11 катков с искусственным домом. В 2013 году за счет трех городского бюджета запланировано строительство двух объектов. Это футбольное поле с искусственным покрытием на Паустовского 6 и до обустройства велодрома на Тарусском 18. Начнется строительство фолка по инвестиционному контракту в Северном Бутово. Это спортивный клуб «Цитов». В дальнейшем данная программа будет осуществляться по согласованной отраслевой схеме. По программе строительства здравоохранения в 2012 году введены в строй два объекта здравоохранения федерального значения. За счет вред городского бюджета в этом году завершается строительство поликлиники для взрослых и детей в Бутово на 360 посещений в смену. Предусмотрено проектирование клинико-диагностического центра на базе клинической больничной номер 64 с поликлиникой для жителей округа под станцией скорой помощи в Южном Бутово. Необходимо ускорить решение вопросов по строительству больничного комплекса для жителей районов, находящихся там. За счет вред федерального бюджета реализуется большая программа на территории округа по модернизации действующих учреждений здравоохранения. По поручению мэра Москвы развернута работа по созданию мест приложения труда на территории округа. Всего на территории округа 28 промышленных зон, площадью 800 с лишним гектар. В первую очередь в Московной структуре были разработаны схемы размещения объектов в пяти коммунальных и общественных зонах Северного и Южного Бутова, что позволило приступить к проведению земельных аукционов для строительства объектов различного назначения. В 2012 году были проведены уже шесть аукционов, в текущем году объявлены четыре. Разработаны проекты планирован в территории двух промзон. Проект по промзоне Донские улицы на утверждении, четыре проекта по промзоне Воронцова на согласовании, ведется работа по промзоне Теплый стан и еще по трем территориям. Крайне необходимо приступить к разработке нового проекта по промзоне Бутова. Тот проект, который был сделан в 90-е годы, на сегодняшний день утратил свою актуальность. По предварительным подсчетам, в перспективе на территории промзон в округе можно создать свыше 80 тысяч рабочих мест. Уважаемые жители, мною сформулированы основные перспективные направления нашего округа. Безусловно, не все интересующие темы и вопросы нашли отражение в моем сообщении. Но мы для этого с вами собрались, чтобы обсудить волнующие проблемы. Результатами работы строительного комплекса и префектуры будут являться не только километры дорог и магистрали, количество снесенных и построенных квадратных метров, но также создание городской среды, удобной и комфортной для жизни москвичей. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова